Замечательная девочка из Японии. Да! Замечательная девочка из Японии. Давай поженимся. Давай поденемся. Этот выпуск показал на телевизору 24 декабря. Я не забуду эти слова. Точно да. Точно да. Что-то привезу ему подарок из Японии. Почему бы нет? Я хотела что-то сделать приятного. Но я не додумала, как передать. Честно говоря, вы слышали? Слава Марло сказал про меня? Итак, сегодня я решила снимать такое видео. Реакция на видеоинтервью Слава Марло. Всем привет! С вами я Маришка. Я Японка, которая живет в Москве уже 12 лет. И также я артистка балета. Если вам интересно, подписывайтесь на мой канал, пожалуйста, чтобы не пропустить. Нечего. Получается, это видео для русских аудиторий. Поэтому я снимаю на русском языке. Естественно. И особенно для тех, кто посмотрел самый выпуск «Давай подженимся», где я участвовала уже год назад. Ой, время летит так быстро. Ладно. Я недавно нашла такое видео на канале Юлии Дузи, где Слава Марло ответил на интервью. Тогда он немножко говорил обо мне, поэтому я снимаю, как я реагирую к этому. Давайте посмотрим, это правда или нет. Вы готовы? Я готова. Поехали! Я смотрю на свои смартфоны, но я тут поделюсь скрин-визио, чтобы и вам понятно, что я смотрю. И под этого видео в написании есть ссылка полной записи на канале Юлии Дузи. Поэтому после этого видео посмотрите полную запись. Ну что, поехали! Давай поженимся. Давай поделимся. Ты выбирал невесту под присмотром Ларисы Гузеевой. Показалось, что это настолько неожиданно и глупо, что представить себе сложно. Как будто... Ну вот смотри, у тебя появляются какие-то возможности. Ты как бы... У тебя канал на Ютубе большой. Ты можешь наполнить свою жизнь чем-то новым. Перед тобой больше дверей открыты. Есть какие-то средства. И из всего многообразия вещей ты выбираешь Петтина. Давай поженимся. Да-да, я понимаю. Я тоже пошла, потому что было возможности. Итак. Просто ради ролика. Ради того, чтобы это сделать. Правильно. Я помню, как мы смотрели эту передачу, когда сидели кушали с семьей. Вот именно вот прям тупили. Вот с таким лицом. Когда-то... Когда-то эта передача действительно помогала людям найти свою любовь, возможно. Да. Я тоже об этом слышала от редактора. И узнала, что некоторые пари динились после этой передачи. Но, конечно, это не все пари. И это очень редко. Но у них такая судьба. Это классно, да? Очень классно. Давай, дальше. Возможно, если речь идет про... Ну, то есть... Регион, например. Да-да-да. Через телевидение. То есть я... Разговаривал с людьми, которые там долго работают. Они говорят, да. Да. У нас есть люди там, которые поженились. И я так удивился, что это не постанова. Да. Это не постанова. Извиняюсь, что я пробью. Но я расскажу. Да. Как я рассказала в своем видео, где я набрала просмотры миллион и четыреста тысячи. Раз. Спасибо за много просмотра. И я очень благодарю, что многие нашли это. И увидели, и узнали про меня. Спасибо. Да. Я там уже рассказала, как я попала туда. И как было на съемке. И то, что это не постанова. Давайте я чуть-чуть расскажу историю. И вспоминаю, что... Один редактор мне нашел. И мы переписали. И до съемки я ответила несколько вопросов по формате обычного анкета для выпуски. А после этого мне подсказали только дата и время и место съемки. И еще, что я покажу вместо сюрприза и все. Даже я помню, что от меня задавали такой вопрос, что... Что-то мне выучить какой-то текст или определенные слова, если есть. Но они ответили, что нет. Будем снимать как есть. Даже заранее не подсказали, кто будет джиниф и других участников тоже. Тогда я почему-то подумала, что телевидение это все подготовленные и будет по сюжету. Поэтому я очень удивляю. Но это реал и не постанова. По крайней мере, вот эта передача, давай поденемся, это не постанова. Давайте смотрим продолжение. А мне кажется, чем дольше эта передача идет, тем скучнее становится. И в итоге это может превратиться во фрик-шоу, чему я, собственно, буду рад. Я и так как бы сделал вклад, чтобы это превратилось во фрик-шоу. Ты выбрал девушку, которая из Японии. Да, я, я. Что было дальше? Ничего. Я вот она мне недавно писала. Так. Предлагала, она добралась до родины, предлагала привезти что-нибудь, майку или толстовку с аниме. Да, об этом точно надо рассказать. Сейчас я расскажу подробно. Давайте поставим телефон, я расскажу. Как я ответила много на комментарии и также в этом видео, после съемки, после выпуски мы не увидели. Когда снимали, я не знала, кто он, кто такой Слава Марвелу, даже о Моргенштерн тоже. Но после съемки я беру наш гримёрку и сразу гуглила и поняла, кто они. Супер известные люди. Тогда мне стало неловко, может, я била себя некрасиво и неправильно. Ну, что поделать, мы уже снимали. А после съемки я сфоткана на память со Славой, но не сфотографировалась с Маргенштерном. А в этом, конечно, я жалею себя, потому что я не знала, кто он. Ладно, давайте возвращаем разговор. А что я хотела сказать-то? Хоча после съемки мы поменяли личное сообщение, но я поняла, что я не могу больше увидеть с ним, потому что он такой знаменитый. А я-то обычная девушка. Иногда мы переписали в личку, но я имею в виду, что это когда он что-то вылазил на столис, и я ему писала, и когда-то он мне ответил на ответ. Но так я понимаю, что ответил, это когда я отправила ему сообщение, и тогда у него был наркотелефон, и если он свободен, то ответил. Потому что, когда я получаю ответ, то очень быстро, но когда не получаю, то надолго. Я прекрасно понимаю, что даже ко мне придет около 100 сообщений в Дзен от подписчики и об истории, поэтому я представляю, что, наверное, Кунемото миллион сообщений в Дзен. Поэтому, то, что от него не получаю ответа, это нормально, а получил ответ, это здорово. И да, как он рассказал, летом я уехал в Японию на розни, на отпуске, и чтобы поставить файзер, и тогда я подумала, что что-то привезу ему подарок из Японии. Потому что я знала, что он любит Японию, особенно аниме, и в Японии продается много товаров с аниме, и в России меньше, поэтому, почему бы и нет, это для меня легко, и я хотела что-то сделать приятного. Тем более, я знала, какое его любимое аниме, и когда я шла по магазине, случайно, я увидела и нашла вдвоку с этим аниме. А я решила, что сразу куплю, потому что это не какой-то бренд, а чисто подарок от души, тем более, это же его любимое аниме. И пришла домой, и я сфотографировала этот подарок, и я ему отправила сообщение с фотографии, но я была готова, может, он не смотрит, он не отвечает, так как мы уже долго не приписали, но тогда он очень быстро посмотрел и ответил. Но в начале сентября я беру норож в Москву, и, конечно, привезла это, но я еще не подарила, потому что мы еще не увидели. Да, купила, привезла, это хорошо, но я не додумала, как передать. Вот, вот такая история. Давайте срочем продолжение. Вот. Вот. Я правильно понимаю, что вы даже на одно свидание не сходили после этого? Нет. То есть вы просто разъехались в разные стороны из студии? Ну да. Ну из студии, то да. Из меня это опять пробью, но много чего я хочу сказать. Да, после съемки просто разъехали в разные стороны из студии. Это да, это конечно. Тем более, это еще до выпуска. Представляете, что? Наверное, как многие уже знают, что снимаем это намного пораньше, заранее, до выпуска. Этот выпуск показал на телевизоре 24 декабря. Я не забуду эти числа. Но съемка была 6 декабря. Это нормально, потому что после съемки нужно смонтировать видео, и это долгий процесс и большая работа. Я сама снимаю и монтирую свое видео для ютуба, поэтому понимаю. Как я уже сказала, после съемки я сфоткала со славой на память, и еще я снимала видео бэкстейдж, потому что мне разрешили. Но сказали, что можно опубликовать только после выпуска. Понимаете? После выпуска. Даже можно опубликовать и рассказать только после выпуска. Поэтому после съемки разъехали на разные стороны, это логично. Так и надо. Так и правильно. Но после этого я поняла, кто он, и не могла, и не увидели с ним. Честно говоря, если можно увидеть еще раз, то просто я хочу увидеть. Но я понимаю, что это не легко, а трудно. Ну, давайте смотрим продолжение видео. Ты понимал, что будет так. А она понимала, что будет так? Да. Я думаю, да. Да. Я более чем уверен. Как я рассказала? Ну, точно да. Точно да. А зачем она тогда приходила? Ее пригласили. Да, правильно. Я так понимаю, ребята, которые занимаются подбором невест. У них же есть какая-то база там или... Настолько я знаю, она по приколу сходила. Типа как актриса? Ну, не как актриса, а просто. Просто по приколу. Она не актриса, она замечательная девочка из Японии. Она не актриса, она замечательная девочка из Японии. Ну, в плане она не играла, она действительно такая есть. Да, я такая действительно так есть. Точно. Ура! И так, в общем, он ответил очень правильно. Замечательная девушка из Японии. Мне так приятно. Спасибо. Спасибо, Слава, спасибо, что так сказал. Я не забуду. И эту часть я повторю и буду пересмотреть тысячеласс. Да, ура! Спасибо. Спасибо. Сейчас подождите. Да. И так, я успокаиваюсь. Ну, как вам? Моя реакция и подробный ответ на видеоинтервью Слава Мерл. Я понимаю и чувствую, что многие русские узнали про меня после этой передачи «Давай поденемся». Я очень благодарю и это очень рада. Но параллельно, я понимаю, что может многие ожидают, что когда он участвует на моем канале и снимаем совместное видео, но честно скажу, что такого не может быть. Очень трудно. Но, 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 даже немножко, если у вас появится интерес ко мне, то продолжайте посмотреть мой канал, пожалуйста. До передачи у меня была основном японская аудитория и я снимала видео только для японцев, но с 2021 года я постараюсь снимать на двух языках. Это, когда я говорю на японском, поставлю спутитр на русском и наоборот, когда я говорю на русском, я ставлю японский спутитр. Это очень тяжело и занимаешь много времени, но я постараюсь. Поэтому, если вам нравится мой контент, то от вас лайк и подписка, пожалуйста. И увидимся в следующем видео. Конечно, спасибо большое за внимание до конца. Пока-пока. Подписывайтесь на мой канал, пожалуйста.